красивая музыка без слов наверное один из самых популярных запросов в мире наверняка и вы знакомы жанром который принято назвать неоклассика это музыка которая трогает до самой души и кажется что она берется откуда-то из космоса но на самом деле и пишут настоящие живые люди и как раз такой человек сегодня у нас в гостях илья бешевли музыкант композитор который входит в топ-5 неоклассиков страны это большая честь для нас здравствуйте здравствуйте и мне кажется вот вашем случае можно действительно задуматься на тем откуда же приходит музыка это какая-то математика это какой-то просчет до чтобы красиво построить мелодию или она сама приходит вы знаете если бы я знал какой-то рецепт или какую-то формулу да то я бы ее и применял каждый день и был бы самым наверно великим композитором но к сожалению нет ничего конкретного вот какой-то формулы и у меня было часто так что я не знаю там могу чем-то бытовым увлечься какими-то бытовыми делами не знаю там квартирный вопрос там что-то с кем-то ругаться там в магазине условно да потом прийти за инструмент домой просто поиграть на пианино чтобы не знаю рад лечься расслабиться как-то и вдруг раз и что-то новое приходит и причем же может что-то трагичное прийти или там лиричная да ты вроде ничего такого там и не чувствовал сейчас и сейчас вроде ничего такого не происходил наоборот вроде к это бытовуха вокруг 1 и в голове ну и вот так она приходит случайно и неожиданно чаще всего у меня так и но я потом думал над этим много и я думаю что просто раньше какие-то вот события какие-то сильные там впечатления эмоции они меня наполняли ну но так вот сразу напрямую тут же не вылились музыку отложились где-то на глубине души и вот в момент когда я может быть занятым чем-то бытовым они вот так вот проявляются случайно и неожиданно а правда ли что вот имея и талант и способности и гены да и отца хорошего композитора вы могли не пойти в музыку да вы окончили музыкальную школу забыли и как страшные сонки есть да потому что мне не нравилось учиться музыкалки потому что все дети играют футбол а меня закрывают в классе и вот пока не выучишь там программу свою ну там часть дальней мы тебя не пустим гулять я там закончил и экстерном не даже троку по специальности по фону поставили там что-то директору не понравилось ты все я забыл и ушел и только потом уже когда я учился на инженера механика вот на третьем курсе по моему через гитару через вот эти простые дворовые аккорды мне как-то стало потом интереснее играть как-то блюз а потом появилась вот это неоклассика как в интернете понимают отдельным таким пластом мне она нравится но это как отдельная такая область музыкальных интересов у меня была помимо все остальной и тут же так еще сложилось что я за бабушку дежурю в детском садике сторожем там было пианино и делать нечего и я просто а ноты вот этих всех там тирсона и наводи мне просто лень было открывать да тем более ты как ты чусь музыкалка стоит ассоциировалась но это неприятно я просто сам стал себе такие пьесы придумывать вот так и начал у вас много городов в каждом гастрольном туре и наверное много роялей до приходится менять вот зачастую какие-то инструменты и какие они вообще в идеале должны быть чтобы все прошло хорошо если говорить про именно инструменты мне нравится очень мягкие и такой тихий и такой жирный даже в каком-то сочный звук такой не джазовые звонки стеклянные хотя некоторые музыканты любят такой наоборот надо чтобы было громко и ярко пестро мне наоборот нравится тихо мягкой и и приглушена немножко и это могут быть инструменты разных марок разных уровней да то есть вот например я здесь вот во владивостоке играл в просто в репетиционном классе в колледже но у меня там знакомый пианиц пригласил позаниматься там было ямаха она индонезийская то есть не японская хотя этом ну как бы классом ниже считается но при этом звучала она ну просто суперски потрясающе очень мягко как раз вот жирно сочно как я люблю во многих площадках слава богу есть стэнвэй рояль это как мировой стандарт да вот считается как бы что каждый уважающий себя зал должен иметь рояль стэнвэй концертный и ну как правило они неплохие хотя тоже стэнвэй стэнвэй рознь а вот мне кстати попадалась композиция ночной лес до ваша очень известная в именно об исполнении на старом пианино да у меня тогда было пианино лирика мне его вообще подарили это еще в самом начале вообще там пути она очень здоровская запись получилось потому что это спонтанно так получилось у меня там был товарищ он принес какие-то свои микрофоны какие-то китайские они учат и там трещали у меня это пианино она все гудит скрипит там дома записывали там мама там что-то тарелки какие-то перекладывать на кухне но в общем вот в такой слотке но при этом запись как-то магическим образом получусь вот такая вот именно с ими с этой всей атмосферой она вот мне это за это моя одна из любимых записей я ее совсем по-другому тогда эту пьесу играл а вот сейчас мы как раз перенесемся немного за кулисы ваших концертов вот эта рабочая обстановка подготовка к самому выступлению мне кажется тоже какая-то особенная магия и будет интересно посмотреть и послушать относить свою музыку к неоклассики илья бешевли соглашается с оговоркой в представлении широкой публики музыковеды неоклассикой называют сочинение начала 20 века с отсылкой еще более ранней эпохи где кажется и осталось все изящное спустя столетия люди услышат лирику и драматизм в музыке современника и она не будет нуждаться в определениях но определенно заденет струны души сольный концерт это ты и все тебе никто не помогает но когда хорошие струнные музыканты и ты с ними в ансамбле они как-то тебе энергетически тоже помогает от разделить это волнение вот как то что ты не один вот то что не только все от тебя зависит и это немножко помогает в целом но с другой стороны бывает же что не всегда музыканты могут все тоже сыграть и настрой и там настроение и все прочее поэтому когда сольник тут все тебя зависит и поэтому не на кого больше и ругаться да и это тоже какой-то и плюс и минус камерность будто в гостях у композитора атмосфера которую он умеет создавать даже в больших залах при полном аншлаге так уж спокойно в душе за час до концерта публика не узнает можно посмотреть руки ваш ну вот есть стереотип такой что пианистов длинные пара у меня вообще я считаю какие-то слесарские руки то что я тут восстановился немножко похудел и начал заниматься на турнике подтягиваться там не мозоли начали появляются вот я в детстве очень хорошо подтягивался сейчас уже пока плохо пока раз 10 пока может вот здесь вот у меня шрам это кстати вот с еленой наш контракт крови подписаны так скажем елена это менеджер который как раз дело концерт владивостоке очень мне помогает я очень благодарен она сама с владивостока и вот мы там с ней когда познакомили сделали концерт к ленинграде это наш так получилось что у меня такой шрам остался на память это наш контракт крови так что руки у меня совсем и пальцы мне не длинные вот поэтому ну это совсем вообще-то я себя пианистом то и не считаю так сказать честно но я просто играю свою музыку ну развиваюсь в технике сам себе как бы ставлю новые задачи какие-то но но я же не играю чужую музыку мне просто и лень и не очень интересно я больше как художник я считаю вот пишу маленькие музыкальные картинки но со стороны зрителя вы прекрасный пианист спасибо какой инструмент сейчас является вашим рабочим какой дома у вас стоит дал помогает вам писать музыку в москве у меня одно время появилось такое хобби как вообще инструменты искать где-то там на авито там вот когда люди там я вот изучил этот весь рынок в москве он очень живой то есть там если человек выставил какое-то старинное пианино заберите бесплатно там какой блюд неру словно ли берштейн там ему звонят сразу 20 человек перекупщиков там вам целая борьба идет в общем там дикий рынок так скажем иногда удавалось какие-то очень хорошие инструменты менять появлялись они у меня долго и вот в итоге у меня я остановился на инструменте это не endorf это немецкая фирма он где-то 1928 года у клавиши слоновой кости но для немецких старинных инструментов это как обычное дело вот слоновая кость как-то нем остановился и уже второй альбом на нем заканчиваю вот и поэтому ну мне он нравится хороший инструмент это пианино это не рая но вот как и я говорю вот в колледже вас поиграл на ямахе индонезийской новой и меня что он так впечатлило и теперь такой хочу а как соседи относятся к музицированию знаете по-разному относятся вот кстати в той квартире где мы ночной лес записывали там новый дом был и там слышимость достаточно такая ну слышно соседи и я играю и смотрю и звонок в дверь вечером не сильно поздно и стоит женщина в халате и так руки за спиной держите дома она ругаться пришла наверное вот открывая иду ну готовы что сейчас будет кричать она мне за спины кактус протягивает небольшой такой вы так красиво играете там вот и чем ну было приятно ну и так в целом никогда никаких проблем особо не было один из первых слушателей вашей композиции я так понимаю это код да как он относится к год вообще искусство не любит потому что мои бывшие девушки художницы он все время мешал воду пилот из этой акварельную там краски там что-то влезал мне постоянно занимаюсь он прыгает на на инструмент мешает в общем ложится на клавишу так что как-то к искусству не очень относится а расскажите в каком самом необычном или самом удивительном месте приходилось давать концерт ну я вот вспомнил то еще в начале особенно пути мне вот примут я рвался играть каких таких нестандартных местах я все помню я представлял в каком-то заброшенном бассейне концерт вот что такое но так вот что по моему на крыше в питере я выступал прямо на настоящей такой крыше причем какой-то такой был полупромышленный зоне сейчас как раз вот у меня будет сольный концерт на маленьком небольшом тоже теплоходике прям по каналам в петербурге пойдем то есть такие вот какие-то подвижные истории тоже первый раз у меня такого не было но вернемся во владивосток в этом городе вы уже в пятый раз да это понимает может быть даже и больше я уже сам не помню так официальная версия что пять раз но именно летом мне кажется именно летом первый раз вот каким показался город в этих красках но мне показалось что вот это вот эклектика вот это вот разница в высотах и в разница в архитектуре мне всегда это вот как-то нравилось прям ну это меня завораживало как-то то вот сейчас но я здесь еще и на подольше остался как-то немножко так устаешь от этого и хочется какого-то порядка но благо здесь такая вокруг прекрасная природа что ты туда просто выбираешься и тут же ощущаешь гармонию порядок и спокойствие и поэтому это не отняйте это здорово а возможно уже появились какие-то мелодии вдохновленные там наше можно важно но как я говорю в начале это все откладывается там где-то и когда я вернусь москву и буду ругаться с продавщицей приду домой сяду за инструменты может что-то и появится потому что у меня есть один эскиз я его вот ассоциирую с каким-то морем с каким-то вот старик и море почему то я вспоминаю хемингуэй или тут что-то такое пираты какие-то вот такая тема вот мне морская такая и откуда она у меня появилась и когда может быть это вот как раз каких-то владивостокских гастролях не знаю но так она у меня к сожалению низ не могу я ее закончить будем следить за творчество в этот раз привезли много известных композиций и есть какие-то новые пьесы о чем они и войдут ли они там следующий альбом какие план да это как раз наверное две главные пьесы из будущего альбома но одна условная так называл детектив потому что она просто вначале похоже по звучанию на саундтреке вот на к зарубежным детективом но я потом сразу тут же добавляю новые краски какие-то восточные даже нотки появляются там такая тоже получается эклектика а другая пьеса я пока не знаю как ее называть он тут словно отец называется на там связано вот с немножко драматическими такими событиями в моей жизни я думаю вообще это на на данный момент вообще самая сильная моя пьеса вот хотя я не буду наверное даже струнные делать я ее оставлю сольные вот как она есть потому что но это там целая тайна творчества как это все получилось скоро выйдет на альбом я думаю где-нибудь в августе до осени там будет эта пьеса и ну я думаю люди почувствуют что там есть но некий драматизм это песен только название альбома тоже вот вообще вы знаете название для меня сложнее бывает пару чем сочинить поэтому над названием иногда не только я но и там моя всем близкие люди друзья семья и все вместе мы там мозговой штурм устраиваем работаем над названием илья спасибо большое за эту беседу что нашли время к нам прийти сегодня следим за творчеством будем слушать и искать море где-то вот вашей музыки для вашей музыки если музыка для души существует значит и душа существует для музыки это еще один фрагмент вашу картину мир пока за помощь в организации съемок благодарим ресторан джем у